В штатном режиме, но не активно. Так в региональном избиркоме охарактеризовали течение нынешней избирательной кампании. Напомним, что в сентябре жителям целого ряда муниципалитетов Тверской области предстоит проголосовать за кандидатов в депутаты самого разного уровня. Роман Быков расскажет подробнее об особенностях этого волеизъявления. 24 избирательные кампании пройдут в следующем месяце в Тверской области. Жителям региона предстоит определить обладателей 260 мандатов, на которые претендуют 672 человека. При этом, судя по интерактивной карте, которую продемонстрировали журналистам, получается, что голосующие муниципалитеты четкой полосой отделены друг от друга теми районами, где выборов не будет. У нас задействовано в голосовании будет 20 территорий. 20 территорий – это где-то 44% от территории области. И самое главное, город Тверь в единый день голосования 13 сентября у нас не голосует. Может быть, поэтому нынешняя кампания идет пока вяло, отмечают в обл. сберкоме. Ведь выборы пройдут в основном в не самых густонаселенных муниципалитетах. И в них ожидается участие не более 197 тысяч избирателей. Почти везде люди будут голосовать за кандидатов в парламенты районного и поселенческого уровней. И лишь ржаветян ждут смешанные выборы. Причем даже в законодательное собрание. Город Ржев – это дополнительные выборы депутата законодательного собрания. В округ входит и город Ржев, и Ржевский район. На территории Ржевского района помимо дополнительных выборов депутатов ЗАГС Собрания – основные выборы собрания депутатов Ржевского района. Здесь у нас избиратели получат по два избирательных бюллетени. Размеры 87 бюллетеней, которые еще предстоит утвердить, по области будут тоже различные. Ведь выборы пройдут по одно, двух, а где-то и десяти мандатным округам. Так что в каком-то муниципалитете гражданам придется потратить некоторое время на изучение списка кандидатов, а где-то все будет просто. Самый большой избирательный бюллетень – это Оленина, Оленинский округ, 27 человек в бюллетене. А самый маленький – это будет у нас в Санково, где остался один кандидат. Избирателям будет предоставлена возможность проголосовать за и против. Агитация начнется уже 15 августа. Ну а сами выборы снова, как и недавние голосования по поправкам в Конституцию, пройдут в три дня – с 11 по 13 сентября. Опять граждане получат возможность заполнить бюллетень непосредственно на участке, на дому, во дворе, а также в сельской местности. Так что поставить галочку – жители 20 муниципалитетов смогут практически не отрываясь от родной грядки.